Добрый день, дорогие севастопольцы. Добрый день, Сергей Анатольевич. Добрый день. Традиционно в серии передачи, о чем говорят у Бенали, поднимаем глобаневые вопросы, обсуждаем, рассуждаем, комментируем, предполагаем. И сегодня у нас вот такой вот вопрос. Иногда утверждаем. Ну да. Нас обвиняют в том, что упала наша активность, точнее активность общественного движения за наш город Герой Севастополь. Некоторые пишут даже со злобой, что Беналитов уже что, заткнулся? Вот. Его нагнули. Как вы это прокомментируете? Ну, мы уже с вами проходили, да, этот вопрос. Тоже одно время мы тогда, по каким-то обстоятельствам, не помню, не от нас зависящих, да, активность упала и начались реза. А после того, как у нас обыски... Обыски 25 марта. Да, и пока мы там разруливали ситуацию, еще и работа же есть, да, тоже там умники подначивали там, типа того, что... Нет, Беналит не заткнулся. На Беналит действительно идет, до сих пор продолжается давление, но тем не менее мы работаем, исполняем свой гражданский долг, поступаем по чести, совести и по справедливости. Поэтому, что тут контролировать? Рано еще им говорить о нашем... Да, рано говорить о том, что мы заткнулись, но если, конечно, нам там затылок что-то или подкинут, или закроют, ну, понятно, что... Придумают какой-то новый вариант. Да, 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 то есть, скажем так, представителей по пятой, так называемой, пятой колонне в городе много. Ну, да. И мы даже знаем, где эти представители, так называемой, пятой колонной оседают, да. Я даже хочу сказать, что я уже на протяжении четырех лет замечаю, что такие подарки, в кавычках, в виде обысков, того прочего, они приходят регулярно, именно в канун годовщин вхождения Крыма-Севастополя. То есть, кто-то, вполне возможно, где-то и украинская сторона там где-то подпевает, там, так называемые ждуны успевают. Ну, а если мы затронули, чуть-чуть продолжим эту тему, буквально пару минут. Мы с вами видели, да, как была отмечена очередная годовщина референдума вхождения Севастополя в законодательное поле России. Ну, мы с вами убедились лишний раз в том, что фальсификация и подмена такими темпами идет. Ну, что, быстро. То есть, я, например, себя убрал из списков участников всех этих мероприятий, мне даже стыдно говорить об этом. Но стыдно в том смысле, мне стыдно стоять рядом с людьми, которые к этому никакого отношения не имели, но зато они сегодня там, ну, сами поймаете, да. И если мне не изменяет память, в комментариях нам писали, и в комментариях много обсуждался вопрос, что кто это за люди и вообще, что это такое, с чем их едят. Ну, да. Дальше, что я хочу сказать. Если я сейчас это скажу, не комментируя, да, начнут эти шестерки этих, пятой колонны, так называемой пятой колонны, начнут вот твой обиженный или ты обиженный, в частности я, да, что тебя... Да, мне ровным счетом на эту пятую колонну этих представителей, я вот смотрел, было прямое общение русск посвящено русской весне, да, там сидела Екатерина Алтабайлова, Щербакова и вот я... Колбин, да, я фамилию не запомню, потому что, да, что-то я не помню его, вот, поэтому не могу запомнить. И когда дали губернатору слово, вот меня, знаете, что убило? Мы 9 лет. Вот у меня сразу, мы это кто? Ты или мы? Мы 9 лет, а ты сколько? Я вообще знал, и ты, вообще существование Севастополя на тот период, когда мы вообще были еще в законодательном поле Украины. Поэтому мне это стало неприятно, я этого не скрывал и не скрываю, и даже, знаете, отвращение такое, внутреннее отвращение. Я вот принимал активное участие, да, в 20, ну, скажем, с 23 февраля, да, по референдуму и по сегодняшний день. Ну да. Даже без выходных, да. И как-то говорить, что мы, я никогда бы с этим человеком, мы не сказал бы, имея в виду его. Так, Сергей Анатольевич, пользуясь случаем, еще хочу что сказать, что некоторые люди говорят, чего вы хотите, вся Россия так живет. Ну да, мы тоже обсуждали этот вопрос. Это, когда люди говорят, задают такие вопросы, это глупые люди, далекие люди, это то же самое, чиновники, это навязанное мнение. Навязанное мнение и полностью подменены понятия, это чиновников, которые приехали, да, они по наехи, мы не выехи. Как они нас называют? Мы не выехи. Мы не выехи, не выехи, они хотят, чтобы мы выехали и делают все, но мы не выехали. Так вот, вот эти чиновники приезжие, да, они навязывают мнение севастопольцам через средства массовой информации, так как на сегодняшний день все СМИ у них в руках, и подача полной ложной информации у них. Поэтому, я думаю, то же самое возьмите, посмотрите, кого они пригласили в матросский клуб, когда отмечали годовщину из тех, кто реально принимал участие, я имею в виду активное участие, да, и непосредственное участие. То там полы на людей было незнакомых. Ну да, это же, как и везде, да, то, кто там, ну понимаете, да. Хочу даже больше сказать, я хочу сказать, что из тех людей, которых я знал с «Русской весны», на сцене я видел одну нашу поэтессу знаменитую, Валентину, которая прокомментировала ведущая, сказала, что вот она там принимала активное участие в «Русской весне» и добавила «Хорошо печет пироги». Вот и все, что было сказано о тех настоящих, истинных участниках «Русской весны» с этой стены. Ну, у нас патриотизм закончился, патриотизм севастопольца, нравится это кому или нет, на патриотизм севастопольца закончился, как пришли сюда эти все приезжие. Пришельцы. Как хотите, так и называется. Ну да, то есть им удалось сбить творческий порыв севастопольцев, и мало того, что наблюдая за вот этими девятью годами, которые мы сейчас прожили в составе Российской Федерации, я могу сказать, что проблем севастопольцы получили огромное количество, масса неудобств, все ждут, когда же это все изменится, когда же это все сделается, и даже не пожилые люди дождутся. Говорят, вот посмотрите, сколько сделали парков и сквер. Ну, я говорю, ну, вы согласны со мной, что сидеть-то севастопольцем на этих скамеечках и отдыхать не представляете? Да, отдельный разговор, по-моему, Венеич, да. К сожалению. Поэтому активность наша не упала. Значит, то, что лично меня считают эти чинуши одиозной фигурой для них, я думаю, они будут продолжать меня считать одиозной, как я буду продолжать считать их одиозными, и тем более я никогда не скрывал, что я еще к ним отношусь с презрением. Ну, да, и второй момент, как бы, многие люди говорят о том, что правильно вы критикуете, правильно вы делаете все, но конкретно удастся ли вам как-то что-то вообще изменить в Севастополе? Я не согласен насчет критики. Мы не критикуем, потому что в моем понимании критика и изложение фактов – это разные вещи. Это раз. Второе. Мы с вами не просто критикуем, мы знаем, как решать эти вопросы, которые обсуждаем и понимаем. Поэтому, опять же, идет подмена понятий, неправильное понимание, критика. Что такое критика? Я могу сказать, Павел Евгеньевич, у вас рубашка неправильно застегнута, да, или еще что-то такое. Ну, это я что сделал? Замечание или критиковал вас? Замечание, это поправили. Ну вот, мы же не критикуем это. Все правильно, да. Ну, тем не менее, вот, наше общественное движение, за наш город, герой Севастополь, набирает еще больше оборотов. Да, давайте не будем об этом. Более активное участие в городе. А то мы напугаем наших... Абонентов? Да, не оппонентов, а одиозных чиновников. Ну да. Для нас одиозных. И они начнут нам каждый день в отпуске устраивать. Ну, каждый день не смогут, потому что... Найдут. Найдут, думаете, да? Да, с испугу там и все, что хочешь, можно сделать. Ну да, и, конечно, ситуация очень интересная. А для Севастопольца скажу, что мы на месте. По-прежнему приходите, пишите комментарии. Мы готовы встречаться со всеми, кто приходит к нам, предлагает рассказывать какие-то проблемы, которые касаются как лично Севастопольца каждого, так и в целом жизни города. Поэтому приходите, ждем вас, уважаем вас, любим, ждем, когда придете. До свидания. И Елена Россия и Рознажаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Где бы поднять душе? А я запольна на путь? И все, вот это и по-русски. Должен быть контролем. Друга больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев, никто ж не спорит. Редактор субтитров А.Семкин